7 февраля в Следственный комитет России поступило заявление о возбуждении уголовного дела в отношении так называемого «эксперта по экстремизму» Натальи Николаевны Крюковой, автора около 50 экспертиз против свидетелей Иеговы. В заявлении перечислены признаки и заведомой ложности заключения, и нарушение права на свободу совести и вероисповедания, и признаки возбуждения ненависти. Уверен, что у следственных органов должно возникнуть немало вопросов к Наталье Николаевне. В эксклюзивном интервью эксперт Крюкова раскрыла личные методы выявления экстремизма и поделилась шокирующими подробностями своей работы. Прежде всего, вопросы ставятся следственными органами. Насколько грамотно поставлены эти вопросы, настолько эксперт полный или неполный на них отвечает. Это работа следственных органов. Эксперт в данном случае, он некий фильтр. Госпожа Крюкова много у кого на слуху, потому что эти два человека, Крюкова и Батов, они просто легендарные эксперты, которые готовы писать про всё, что угодно абсолютно, за что их, собственно, и любят заказчики. Они пишут быстро свои экспертизы и с таким, каким надо результатом всегда. – Зачастую бывает так, что действительно, как начинаешь расписывать все эти вопросы, но нету или не хватает. Извините, ребята, подумайте. То ли не туда пошли, то ли надо что-то другое, так сказать, представлять. Имеет место, конечно, злоупотребление со стороны этого эксперта, недобросовестность этого эксперта, который заведомо подгоняет своё заключение уже под вопросы тех, которые нужны были проверяющим. В тесном сотрудничестве со следствием эксперт Крюкова выполняла лингвистические экспертизы печатных изданий свидетелей иеговы, не имея даже базового филологического образования. – У нас филолог бывает, литературовед, у нас филолог бывает, филолог, у нас бывает лингвист, у нас бывает психолингвист. Я всегда в таких случаях говорю, давайте посмотрим, что у нас за эксперт. И причём не в смысле, что он плохой или хороший, а в смысле его направленности. Чем он вообще-то занимался по жизни, в чём он как специалист. – По образованию Наталья Николаевна учитель математики, поэтому по закону она не имеет права проводить лингвистические экспертизы. – Совершенно неважно, есть у Крюкова образование, но у неё нет, положим. Но если бы даже у неё было, то ясно, что человек, который вот это делает, никаким своим образованием бы не воспользовался. Он всё равно написал бы то, что от него хочет начальство. Выходя за пределы своей компетенции, эксперт не может не понимать, что его действия приводят к судебным ошибкам, которые, в свою очередь, больно бьют по жизням тысяч ни в чём не повинных людей. Так, выводы госпожи Крюковой послужили поводом для внесения двух мирных верующих из подмосковного Сергиева Посада в официальный перечень террористов и экстремистов. Тяжело психологически всё это переживать. Второй момент – это причинило, конечно, много беспокойств моим родителям, папе и маме, с которым мы вместе живём. Получается, что из меня делают преступника, которым я на самом деле не являюсь. И никогда даже не помышлял о том, чтобы как-то делать вещи противозаконные. Я же говорю, мы работаем с материалом, я не с людьми, и я даже в большинстве случаев не знаю. Эксперт-математик Крюкова, с завидным постоянством пишущей лингвистические экспертизы, не обошла стороной и тему своего взаимодействия с судебной системой. Эксперт проходит по всем позициям, как свидетель, но только имеющий определённое познание. Если в процессе данный свидетель не годится, попросту говоря, скажем, то значит берём другого свидетеля, то есть другая экспертиза. То есть мы вполне адекватно договариваемся на уровне, допустим, такого действия, как судебный процесс. Мне довелось участвовать в судебном процессе, в котором Наталья Николаевна выступала в качестве эксперта по просьбе стороны обвинения. И в ходе её допроса она сказала, что при проведении экспертиз она оценивает высказывания в зависимости от того, кто его произнёс. Если православный, то смысл один, если свидетель Иеговы, то другой. Столь вольная трактовка высказываний и текстов становится возможной благодаря методикам, которые, как призналась сама Наталья Николаевна, нигде не лицензируются. Мы имеем себе право позволить роскошь делать новые методики, создавать их по ходу появления новых вызовов. Дело в том, что материал меняется очень быстро. Даже иногда год-два и уже всё, методику надо перекраивать, её надо переделывать, её нужно пересматривать, уже всё. Закон о государственной судебно-экспертной деятельности не позволяет эксперту самому для себя выдумывать какие-то методы для исследования. Экспертиза – это ведь не просто мнение какого-то учёного. Выводы эксперта влияют на то, какое решение примет суд. Именно поэтому, согласно закону, выводы эксперта должны базироваться на общепринятой, строго научной основе. По закону, Следственный комитет обязан провести проверку деятельности Натальи Крюковой и принять процессуальные решения.